Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим о том, что нам делать, если сусло винограда слишком густое. Вот моя любимая тема, да, сахар и вода в вине, и вот там часто проскакивают комментарии, что воду добавляют, потому что сусло слишком густое, и, соответственно, воду надо добавить. Сейчас я вам покажу конкретный пример густого сусла, да, и что с ним происходит в процессе. Конечно, я это снимала несколько дней назад, где-то, может быть, что-то будет повторяться, но сейчас смотрим вот этот отрывочек, а потом я еще прокомментирую. Смотрите, сусло может быть таким вот густым, специально. Сейчас ложку окуну, мутным, ну, и, казалось, да, каша. И кто-то может подумать, даже, я думаю, что думают, что вот такое вот сусло, как же из него сок отделить, надо обязательно добавить воды. А то оно и будет таким густым. В таком же сусле сложно померить сахар. А сахар, ну, опять же, почему? Потому что вот оно такое густое, как каша. Ну, не спешите, на самом деле, что-то с ним делать. Если надо померить сахар, значит, небольшое количество через марлечку процеживаем и меряем. Если мы используем иреометр. Ну, конечно, в этом случае проще всего работать с рефрактометром. Ну, и пару дней ждем. Покажу для сравнения, что сусло может быть и таким. Конечно, уже освещение не очень, но видно, да, что здесь такой сок все-таки. Ну, понятно, шкурки, но есть сок. А там в предыдущем случае была каша. Кажется, что сусло не бродит. Вот, ну, если обратить внимание, вот, по краешку уже идут пузырьки. А теперь, если мы пошевелим. Просто еще углекислого газа не так много, чтобы поднять шапку. Ну, вот чуть-чуть мы пошевелили. И уже видно, что процесс брожения вовсю идет. Ну, шапка еще поднялась не полностью. У нас всего лишь прошло даже меньше суток. Где-то часов 16 с того момента, как мы все подробили и добавили дрожжевую закваску. Ну, вот надо еще время. И, конечно, пока что, пока что у нас тут еще кисель. Смотрите, как интересно. Через шапку выходит пена, выходит углекислый газ. И вот эта вот штука получается такой прямо живой. Итак, смотрите, прошло 4 дня брожения на мезге. И что мы получаем? Мы получаем шапку. И вот там мы получаем абсолютно нормальный сок. Где у нас что густое. Вот. Хороший, качественный сок. Поэтому ничего разводить водой не нужно. Начинается ферментация. Начинается работа дрожжей. Работа ферментов. И вот из этой каши начинается выделяться отдельно сок и отдельно мякоть. И вот, к сожалению, я не сняла это несколько дней назад. Ну, даже не несколько, еще 2 дня назад. Вот эту шапку пробить ложкой я бы не смогла. То есть я тут нормальной лопаткой орудовала. А теперь все, шапка становится меньше, она уплотняется, а сока становится больше. Это нормальный природный процесс. То есть, как видите, на самом деле проблема густого сусла совсем не проблема. Более того, в прошлом году, ввиду того, что были дожди, сахар у винограда размылся. Я, кстати, это показывала, рассказывала. Я повышала сахар в виноградной ягоде путем выдержки ягод в бане. Тогда это было, наверное, 2 или 3 суток. И вот некоторые ягодки по какой-то причине, ну, скажем так, подвялились. Не было слишком жарко, но некоторые ягодки подвялились. Вот Зилга, Симоне. И когда мы все это снимали с грибней, и муж потом давил, говорит, слушай, ну, что-то, наверное, может, перемудрило. Смотри, тут совсем, ну, вообще каша-каша. В общем, все было густое. Ну, как только началось брожение, как только поднялась шапка, вдруг оказалось, что все абсолютно не густое. И более того, я вам скажу, что это получилось, ну, вот за сколько я, скажем так, вот с Зилгой Симоне работаю, наверное, лет 7 или 8, это получилось самое лучшее вино. Если вот в том конце комнаты кто-то бы сейчас открыл бутылку и налил в бокал, то я бы здесь почувствовала запах. Оно настолько яркое, оно настолько выразительное, там прекрасный, такой яркий, насыщенный цвет. Вот если бы я это разбавила водой, потому что густо, ну, во-первых, для чего я тогда все это в бане держала, да, чтобы повысить сахара, чтобы улучшить качество, и потом это разбавляясь водой, ну, где логика? Более того, вот я всегда рассказываю, да, что есть технологии увяливания винограда, да, и мировое производство стремится к тому, чтобы сделать наиболее такой концентрированный, насыщенный продукт. Тоже испанское, так называемое, соломенное вино. Они выкладывают виноградные грозди на солому и вялят вплоть до там месяца и более. Есть, можно поискать в интернете фотографии, если у меня будет время, я даже вставлю вам специальные такие шкафы для усушки. Там грозди подвешивают, вялят, концентрируют, и вот так делают вина, те же сладкие, да, десертные вина, не добавлением сахара и воды, а как раз-таки максимальной концентрацией. И даже недавно на Фейсбуке, тоже у меня в комментариях, она написала, что, ой, ну, опять же, да, вот этот миф, наверное, я даже как-нибудь сделаю отдельный плейлист по таким интересным мифам о виноделии. Так вот, она пишет, что белорусский виноград сухой, и поэтому, ну, там мало сока, поэтому без воды и сахара вообще никак не сделаешь. Ну, повторюсь, да, в мире, где засухи, да, где, в принципе, климат сухой, где дождей мало, там виноград еще вялят, а мы, там, где дождей много, особенно вот у нас, какая проблема в средней полосе, конкретно в Беларуси, у нас начинает созревать урожай, его бы вот-вот-вот снять, да, пару дней, начинают эти дожди, у нас все размывается, сахар размывается, ароматы размываются, вот эта фенольная составляющая, у нас все размывается, и мы еще сверху водой. Ну, то есть весь мир концентрирует, а у нас сухой, и мы это водой разбавляем. Ну, это на самом деле миф. И еще раз повторюсь, что разбавление, вот это добавление воды и сахара, это только экономия. Ну, потому что сырья мало, да, мы хотим больше. Но дело это, мы понимаем, что качество становится хуже. Вот здесь мне хочется привести пример, что хорошая хозяйка, для того, чтобы сделать хорошую выпечку, использует качественные продукты, она не будет менять молоко на воду в рецепте, да, она не будет использовать там обойную муку, а возьмет муку высшего сорта, еще ее просеет, чтобы там все вот максимально поднялось хорошо, да. Но вот в плане виноделия почему-то работает принцип обратный. Все самое худшее еще сверху разбавили, разбавили. Ну, и опять же, возвращаясь к тому, что сусло густое, можем регулировать чем? Временем снятия, да, нам не обязательно ждать, пока ягода на кусте увялятся. Можем снять раньше. Если это жаркие страны, ну, в конце концов, можно даже полить виноградник перед снятием, если надо разбавить. Ну, в нашей средней полосе это вообще не актуально никак. Для нас, наоборот, бы хотелось как-то больше сконцентрировать все. Вот у меня уже за середину октября, да, висит гроздачка пинануара. Ну, там настолько все размылось. Там одна вода даже. Ну, вот ягоду берешь, она просто вот во рту лопается, и мягки вообще нет. Там одна вода, ну, и шкурка. К сожалению, вот так. Куда там еще разбавлять? И, опять же, возвращаясь к нашим суслам густым, если мы считаем, что там будет сока мало, то в таком случае же лучше использовать ферменты. Да, я противник чего-то добавлять, в принципе. Но выбирая как бы между, ну, даже я бы не сказала, что двумя золами, потому что вот вода – это зло. А ферменты – это замечательнейший инструмент, который позволит максимально извлечь сок из ягоды. Правильным, мягким методом. И мы получаем хороший сок, хорошее сусло, не разбавлено, а как раз-таки вот со всеми его сахарами, кислотами, ароматами и всем остальным. Конечно, каждый решает сам. И, в принципе, мое видео всегда ориентировано на тех, кто только становится на пути виноделия, вот слышит множество этих мифов и сомневается, верить им или нет. Так вот, именно для вас я и рассказываю, что верить им не надо. Да, и вот это слишком густое сусло вначале прекрасно, как только все начинает забраживаться, но прекрасно начинает отдавать сок, начинают работать клеточные ферменты, начинают работать другие ферменты, и все у вас будет хорошо. Поэтому не надо бояться густых сусин, получите вы хорошее, вкусное вино. И касательно тех же плотностей, что вино будет слишком тяжелым, слишком плотным, ну, это такой же миф. Плотность, во-первых, вино должно быть достаточно плотным, это нормально, мы не комфоты делаем, мы делаем все-таки вино. Это раз. А второе, вот это вот, скажем так, тяжесть вина, мы регулируем времени выдержки на мизге. Чем дольше мы держим, тем вино будет более насыщенно. Если мы держим меньше, тем вино будет более легкое. Именно вот этим параметром мы руководствуемся. Надеюсь, видео было вам полезно. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограды, и мои контакты. И до новых встреч!